Открытые потолки, полы без покрытия, горы, стройматериалы в коридорах – это лишь малая часть недоделок, которые требуют быстрого устранения подрядчикам. Подговор у школы должны были сдать 15 августа. Год подходит к концу, но завершение ремонта и открытие учреждения все еще остается призрачной мечтой для учащихся и их родителей. В ноябре мы уже приезжали проверить готовность объекта к сдаче. Тогда строители уверяли, что закончат все работы к Новому году. И вновь мы видим неутешительную картину. Санузлы и коридоры первого и второго этажа не готовы, а значит объект снова не сдадут в срок. Строители завершают ремонт в пищеблоке и спортзале. Не во всех туалетах успели установить сантехнику. Презентабельно выглядят только учебные кабинеты и коридоры третьего и четвертого этажей. В начале ноября объект посетил депутат Государственной думы Денис Москвин. Тогда после осмотра школы он с уверенностью заявил, что подрядчик не успеет доделать ремонт к Новому году. Вот сегодня я там был, мне говорят, что там работа закончится 30 ноября. Но это неправда. Они не закончатся 30 ноября. Более того, потому что я там увидел и по готовности подрядчика, представитель которого был, сам подрядчик, видимо, побоялся приехать. Они говорят, что 30 ноября все будет, не будет. И к Новому году не будет, как заверяет администрация. Судя по тому, что там происходит. Предположения чиновника оправдались. Возникает вопрос, в чем причина неоднократного переноса сдачи школы. Подрядчик ссылается на то, что не получает должного финансирования. Администрация уверяет, что проблема в безответственном отношении, слабом техническом и рабочем составе строительной компании. Теперь подрядчик обещает закончить работы к 9 января. Но будут ли работать бригады в усиленном режиме в новогодние праздники – большой вопрос. Часть работ строители планируют доделывать во время учебного процесса. Специалисты будут обустраивать спортивный зал, подъемник для инвалидов у столовой, устанавливать видеонаблюдение и интерактивное оборудование в классах, монтировать кабинки в санузлах и благоустраивать стадион. Выполнят ли подрядчик обещания на этот раз, будет понятно после новогодних праздников. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.